дорогие друзья всем привет буду делать окрошку потому что пришло время у нас стоит жарище просто вообще так жарко по летнему 30 градусов и хочется уже что-то такого легкого приятного буду делать наш обычный привычный рецепт так как привыкли это делать мы и так понадобится нам колбаска картошка отварная яйца там редиска огурцы зелень буду заправлять майонезом и мальчишки будут заливать еще все это дело в дальнейшем квасом вот такой вот наш рецепт и так поехали нарезать что папа сегодня у тебя сегодня праздник о крошка сегодня праздник у ребят сегодня будет окрошка самое любимое блюдо семействе теклиных летом да короче сегодня у тебя одно меню на завтрак на обед и на ужин окрошка до тех пор пока не закончится с квасом ядский ну да в комментариях люди писали что квас очень даже достойный цена такая приемлемая всего 45 рублей приемлемая приемлемая это очень даже приемлемая приемлемая класть на вернет вас вас мальчик сказал дорогие друзья всем привет ну саша давай пробуй зачет зачетный ну приятного аппетита спасибо тем временем у нас вылупляются перепелятки дружочек вылазить вылазить старайся старайся прошло два часа сейчас надо будет пересаживать в бродер сделать да вам да Игорь Негода. У нас пока небольшой передых от огородных дел. Саша пришел на крошку ест, а я тем временем взбила масло. Такое оно желтенькое, классное получилось. Отправляю в морозилку. Прелесть. Запах такой от него потрясающий просто. Вот что значит коровы едят траву. В этом году земля потяжелее, чем обычно. Почему интересно? Не знаю, наверное, потому что рано снег сошел. Вода в землю впиталась и она села. Получается как, если земля прихваченная, промерзшая, вода по ней скатилась и низу не так уплотняется. А это получилось земля талая, снег весь в нее впитался, то есть ни рычагов же ничего не было. И она села, вот стала подсыхать, то есть ее сейчас, если я обычный артат, но второй скорость сразу пробежал, первый раз оторвал ее, второй раз. Сейчас, ну, сейчас мы первой скоростью оторвали, второй приподнял. Уже третий проход, вот она в пункт. Ну, разделы это хорошо, земля все нормально, но он гораздо сильнее. Держающая по-нашему деревенской. Хорошо, он на таблок тебя отлично ведет. Присякнут тех ухода, ничего, чтоб масло проверил. Единный он был. Третьи попытки завелся. Кстати, зря, хай. Давай я поближе подойду. На таблок, говорю, завелся хорошо в этом году. Да, собственно, как и каждый год. Да нет, почему бывает момент, когда ты мучаешься. Это когда у нас был двигатель еще вот отечественный. А это китайский мотор. Никакой не американский, не японский. Купили двигатель, старый выкинули, потом его поставили китайцам. Сколько ему лет уже, мотоблоку нашим? Ой, мотоблоку, я боюсь сказать. Мы еще были студентами, ездили, родителям помогать, картошку там сажать. Вот тогда начинались все. Девяностые как раз все стали брать огороды. И у нас на курсе один парень учился. Они купили себе мотоблок первыми самыми. Это МБ-1, луч, так называемый. Сейчас вот Нева идет, это все уже следующее поколение. Самый первый, самый старинный мотоблок этого класса, вот этот вот он и был. Ну так сколько лет-то? Год 23, наверное. На третьем курсе, вот считай. Ну сколько тебе было на третьем курсе? А сейчас мне сколько. Вот и считай. Вот и считай. Я говорю, год 23. 24. Да очень много. Просто древняя. Конструкция древняя. Ну, в умелых труках, Саша. Китайский моторчик. Дай. А? Как пряха. Морашка. Комплимент, пытаюсь тебе все сделать, говорю. В умелых-то руках. Да ладно, обычные руки. Просто растут не с желтой, и все. Вся разница. Да, простых варьет. Крепит чуть-чуть, подверг. Говорит, что скрепит чуть-чуть подвеска. Да, а так все. А так теперь все отлично. В этом году, говорю, урожай одуванчик очень хороший. Да великолепно. На 2 года заготовить можно. Все, сейчас на все врезать. Все, там варенье варить, салат. Кто есть, потом это все будет. Как-то в бульсе. Да. Да. Все, там варенье варенье. Все. Продолжение следует... Продолжение следует...